В этом случае расследование 7,6 миллионов недостоверно, потому что там очень много есть моментов в самой системе, то, что она сама как бы несовершенна и допускает много ошибок. Если разъяснить, например, там есть свой интервал времени, при котором должны забрасывать деньги, эти 80 тенге в валидатор забрасывается. Если человек, забросив 60 тенге, сдержал паузу какую-то, ну больше, система считывает это, что он не доложил, но при этом в компьютер вносит, что это общий проезд 80 тенге, а 20 тенге фактически не поступили, но при этом он билет не выдает. Потом человек после паузы забрасывает 20 тенге, система считает, что это льготный проезд, также не дает билет, но и считает, что 20 тенге опять не поступили. И фактически, конечно, поступает в кассу 80 тенге, а в системе забито, что это поступили 120 тенге. Здесь даже, если варианты рассматривают, что это было похищение с кассы, то представьте, это 7-6 миллионов, если разделить, то в день в среднем это 104 тысячи тенге. Это весом где-то около 10-15 килограмм эта сумма составляет в день. Ну, да, ну это вынести с кассы физически невозможно, потому что там у нас есть специализированная охрана, которая нанята нашим товариществом. Там есть другие контролирующие службы безопасности, потому что 10-15 килограмм ежедневно систематически выносить, это, думаю, невозможно. Мы, службы безопасности, в прошлом году отлавливали вот этих работников, вот этого ТО Бескарта, вот они, значит, я вам могу даже показать это самое, вот они, это самое, фотографию, вот они стоят. Значит, вот эти люди, вот они, инструменты их хищения, средства из валидаторов, из тех валидаторов, которые они сами обслуживают, значит, которых сами ремонтируют, и вместе с нашими недобросовестными водителями, вот они, списки наших водителей, мы это делали, мы направляли правоохранительные органы письма, направляли, вот на этих людей мы направляли. Вот, значит, постановление о прекращении уголовного дела, они возбуждали уголовные дела вот на этих людей, вот оно, постановление о прекращении уголовного дела, ну и так далее. Для этого можно массу примеров привести, и такие моменты были. В порядке 186-й статьи Уголовного процессуального кодекса после возбуждения уголовного дела они обязаны были нам предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела, чего они не совершили. И мы тоже, как и вы, узнали только в средствах массовой информации.